Конфессия бывала эти годы, но, знаете ли, я, даже если никто не сможет приехать, я сам проведу это, но подключайтесь, ну, это 100%, Андрей будет, да, значит, куда же денешься с подводу, теперь уже, да, приехал, значит, да, вот, значит, но, это и так, вот, виру, что-то, даже старин будет, у Васнецова есть картина такая, называется, и один в поле воин, вот, это надо было видеть, для меня такая была, целое откровение было, потому что, если даже один, но Он не один, на самом деле, потому что, ты не один, один плюс один, уже не один, да, уже, вот, потому что Господь с нами, и Господь, Он в нас, верующих, вот, слава Богу, о, виталий, виталий, да, да, так, что я видел, прошло, тоже, да, благословение, да, отец Виктор, слава Богу, да, так получилось, провели собор без батюшек, постепенно приезжают отцы, вот, но, я думаю, что тоже в этом есть определенный такой, божий план, потому что этот собор, не мой, не чей-то еще, это божий собор, и, дамы и господа, это Вселенский собор, я в этом убедился еще несколько месяцев назад, значит, когда молился, потому что это событие, вспоминаемое, 50-летие реформации, со дня начала реформации мирового христианства, завершение эпохи деформации, начало эпохи реформации христианства, это событие планетарного масштаба, событие вселенского масштаба, вот, и, так или иначе, оно касается, ну, всех существующих конфессий вообще, вот, вот, даже католических церквей, потому что, ну, больше или меньше касается, потому что, по-моему, Иван Павел II, как раз, признал заслуги лютера перед церковью. Ну, конечно, самый лучший памятник был бы, это не из камня ему поставить памятник, этого уже хватает уже, вот, в Европе этих памятников, но вот именно самый хороший памятник лютеру был бы, это вот действительно, вот эти совос провозносить в церкви, чтобы действительно основанием веры было Слово Божье, чтобы основанием нашего спасения была, вот, вера, благодать Божья, да, чтобы только Богу была слава, чтобы не папе, не, значит, римскому, небесному папе, да, слава, не земному, и чтобы, значит, действительно, потому что все эти, вот, опять-таки, розари, все эти молитвы, значит, о Богородице, к святым, ой, мне очень жалко, там, понимаете, смотреть на все это, в 97-м году, когда я приехал в Украину, то я приехал в первый город, который я посетила, Львов, Мисту Лево, город Льва, мне сразу в сердце запало, что не просто там князь Льва и никого, сына князя, нет, именно Льва из колена Иуды, для меня самый любимый Лев, вот, это Иисус Христос, да, это Лев всех львов, вообще, вот, значит, Лев Львович, будем так говорить, значит, настоящий, потому что есть еще, как бы рыбающий Лев, как рыбающий Лев, то есть, он не настоящий, а такой, знаете, вот, как, я детям, когда рассказываю обычно, тогда была популярна сказка, это вот, про этот, Король Лев, помните, да, там был такой шрам, или как его, смотри, там, значит, такой был Лев, вроде как бы, шкура Льва, а душа Шакала, у него друзья были Шакалы, вообще, и он, с нормальными Львами, даже и не дружил вообще, его не считали даже за Льва, там, сильно, он потом на ногу пробился наверх, как бы, вот так вот, значит, но, вот, я говорю, смотри, детям, как раз, объяснял тогда, смотрите, вот, вот, видите того, вроде как Лев, но он подлый, и это, ну, никакой он Лев вообще, вот, вот это дьявол, говорю, он, он как бы Лев, но, на самом деле, нудро у него Шакала, вот, а наш Господь, он настоящий Лев, он, он, царь, он настоящий царь, он, все, он даже умирал, умирал как царь, вот, не как Шакал, нет, как царь, значит, и воскрес как царь, как победитель, слава Богу, вот, и, так вот, знаете, вот, друзья, для меня, вот, тогда, вот, во Львове, конечно, были знакомства, общения, я же приехал, значит, в Украину, в 97-м, тоже, там, малоизвестная, такая, страничка из моей биографии, по приглашению к католической церкви, в общем-то, поэтому, я благодарен католикам, значит, за приглашение, в общем-то, меня пригласили, или в Белоруссию, или в Украину, я поехал в Белоруссию вначале, вот, думал, в Белоруссию, а сесть в Винск, к Сергию Шугайку приехал на общение, вот, Сергию меня очень принял хорошо, радушно, все разместил, но потом сказал, отец Сергий, говорит, вы как диссидент православный, все, понятно, но Белоруссия сейчас еще год-два-три свободна, а потом будет так же, как и в России, поэтому вам лучше ехать в Украину. Он написал мне письма, там, и все, и перезвонил, там, Любомир Гузерута, например, насчет МКП, и, значит, и порекомендовал меня, то есть я во Львов приехал уже, вот, значит, в Белоруссии прямо прямиком во Львов приехал, значит, меня встретили уже, как бы уже, ну, как бы уже, гости разместили, и две недели я там гостил Любомир Гузерута, был помощником кардиналом, вот, вот, потом он стал кардиналом всей Беликатолической церкви Украины, вот, потом экс-кардиналом, и вот, недавно скончался. Я очень хотел быть на его похоронах, вот, но не получилось мне быть, вот, проститься с ним, как говорится, последний путь, но, ну, все во благо. Для меня этот человек сыграл в моей жизни огромную просто роль. Вот, те две недели, вот, у него, когда я гостил, стали для меня, после Сергея уже, когда приехал, стали для меня, ну, целый семинарий. Вот, за две недели общения с утра до вечера, знаете ли, и даже, даже и ночью мне давал спать, там, вопросами этими, там, самое интересное, он мне тоже, он тоже вопросы задавал, тоже, ему тоже где-то интересно было, может, не в такой же степени, конечно, как нет, вот, но я рассказывал то, что Бог совершил в моей жизни просто, о своем жизненном пути христианском. Вот, и мне все понравилось, почти все понравилось, и в соборе Юра был на этих собраниях, служениях, мне нравились очень вещи, эти собрания, встречи, молодежные встречи, но, понимаете ли, даже этот как раз, вот, Любомир, да, мне как раз и говорит, что, значит, что, вот, здесь на Западу Клини вам будет сложно, как русскоязычному человеку, а вот на Востоке будет вам проще, вот, и даже в Константиновке, там, сейчас громада грекатолическая такая, новая рождается, вы можете быть как настоятель, как харизматик, такой, значит, будете, вот, начинать такое общение, такое служение, я загорелся этой идеей, но, опять-таки, все вроде бы хорошо, но тут же, тут же Богородица, тут же святые, ой, а мне это уже никак вообще, ну, только выглядит болото. А то же это еще круче, оно же не повыщено зачато, на уровне догмата даже. Ну да, у нас, в принципе, вера в это есть в православии, но просто до Юры это не зафиксировано, то есть, в это можешь верить, можешь не верить, а там это да, там католическая система, она даже жестче намного, чем православная система, честно говоря, вот, и более изощренней, и более развращенней, честно говоря, при всем уважении к братьям-католикам, я бываю в костелах, проповедую в костелах, я понимаю, о чем говорю, но порой у них проблем, мне кажется, даже больше, чем у нас, вот, значит, и, но, с другой стороны, я понимаю, что Господь, он вне наших этих стен, барьеров, он приходит туда, куда его призывают, где он видит жаждущие сердца, любящие сердца, искренние сердца, потому что с искрением Бог поступает всегда искренно, а с лукавами, по лукавствой поступает, вот, и поэтому я благоставляю тоже и братьев наших, вот, и католиков, и протестантов, и православных всех благоставляю, и пусть, действительно, вот это познание истины нас обеднет, познание, любовь к Господу Иисусу Христу, пусть будет любовь к Слову Божьему, фундамент будет Божье Слово, в своей жизни моя трансформация, такая реформация, через Слово Божье только происходила, в 96-м, когда после Маштегина я, вот, нашел свою Библию, открыл ее, то, вот, тот голос, тихий, который в моем сердце прозвучал, глубоко внутри, как мысль моя, говорил мне то, что я оставил, все проблемы мои из-за того, что я оставил его Слово, одним Словом, я отошел, как бы, от его Слова, вот, и для меня это было, ну, наверное, в жизни одним из самых, ну, если даже не самое страшное обличение, самое страшное, вот, и здесь, уже будучи здесь, в Киеве, в 97-м, 98-м годах, я видел, вот, тогда сон, было откровение, я видел грязь, с которой Бог меня достал, религиозный оккультизм, это многобожие, и это была грязь страшная, страшнее, я помните, кто, да, рассказывал, там, о женщине, которая умировала от наркотиков, там, вообще, там, такая страшилка была при жизни, вообще, она, значит, заживо разлагалась, там, ну, представьте, меня привели, куда, в квартиру привезли, молиться за женщину, а она, она голая, фактически, то есть, ну, и кожи на ней тоже мало осталось, вот, а на ногах до кости прогнило у нее ноги, вот, значит, там, ну, кости были видны, страшная вещь, она ужасная, она была живая еще, представляете, вообще, в таком, такое положение, вот, под ней кровать была, как большой памперс, знаете, гноя, вот, этого всего, крови какой-то, страшная, поэтому, там, в квартире такая ванища была, меня чуть не вырвало, там, значит, просто, я, там, первую минуту держался, чтобы мне, там, не обливаться, просто, знаете, как будто, там, тело лежало давно уже, мертвое, а она живая была, она глазами моргала еще, и одной рукой, там, пальцем шевелила, что-то, лодка прогнила у нее тогда, ну, вообще, страшные вещи, ужасные, только наяву, я, честно говоря, но я потом понял, что я не был готов вот такое увидеть, ой, я видел мертвые тела подобные, но, понимаете, та уже мертвая, как бы, да, а это живая еще, вот, чем был весь ужас, понимаете, для меня был, вот, и, и молились мы тогда, в тот день, за женщину, там, в начале 98-го года, молились за ту женщину, вот, она покаялась, я впервые в жизни видел покаяние без слов, вот, покаяние просто глазами покаяние, вот, для меня, для художника, говорю, для меня было такое просто потрясение, вот, она реально каялась, реально только глазами, и все, вот, значит, и, значит, потом приехал домой, мылся, мне казалось, я пропах трупным этим всем, запахом каким-то страшным, и перед сном мне такая мысль мелькнула, я помолился, так, значит, поблагодарил Бога за все, за день, и такая мысль такая мелькнула на молитвах, что благодарю тебя, Господи, что я не такой, как некоторые вот эти вот люди, вот, ну, что все хорошо, значит, как бы, вот, но я эту мысль прогнал, конечно, она очень похожа на мысль того фарисея, который менее оправданно, получается, ушел, значит, мне так не хотелось, конечно, я думаю, не, не, ну, я, еще по традиции православной, ну, я смиряюсь, все, вот, тварь дрожащая, как бы, да, пусть не гниющая, но, как бы, но, но, одним словом, я, значит, мысль прогнал эту, но она мне, оказывается, внутри понравилась, я это потом узнал, и во сне я видел сон, такой страшный, во сне видел обличение, я видел грязь, страшную грязь, не передать, это как какие-то испражнения, как блевотина, значит, и грязь, вообще, это такое, что вот нормальный человек просто вывернет с этой грязи, вообще, настолько это что-то страшное, и я четко понимал, знаете, как вот свинья из грязи, достали которую, и вот я реально понимал, что это моя грязь была, я в ней валялся, и вот Бог мне достал именно с этой грязи, это так было вообще, и там была грязь других людей, там грязь, вот, и той женщины, там, значит, которая наркоманила, алкоголичка, блудница, ну, хрестоматийные все грехи, как бы, да, были, значит, ну, хрестоматийная грешница, вот, так ее грязь была не такой страшной грязной, как моя грязь, оказывается, и я у него такую страшную грязь, что, значит, молитва за умерших, там, Богородица, к святым, даже, оказывается, в глазах Бога, это такое грязище, и во сне мне говорил голос, одно и то же, несколько раз, слово в слово повторил мне, одно и то же, этот голос, во сне, для того, чтобы спасти тебя, мне понадобилось больше усилий, чем для того, чтобы спасти наркомана, алкогольника или проститутку, держи то, что ты сейчас имеешь, дороже тем, что ты сейчас имеешь, и так, несколько раз, слово в слово было повторено, так, что, ну, не запомнить это было невозможно, просто, понимаете, несколько раз, слово в слово, и так вот, знаете, ну, строго и с любовью, и очень четко, знаете, вот так, истрезляющее во сне, и я проснулся, сразу проснулся, надо же, только было подумал, Надо же, что не приснилось. И вот за что купил, за то продал. Слушайте, вот я уже не спал, четко, я уже не спал, я уже был здесь уже, все, как бы, и я тот же самый голос услышал. Тихо, но очень четко и строго, тот же самый голос в уши мне, тихо, но то же самое слово прозвучало, слово в слово. Я еще лежал на подушке, голос тот же самый мне просто сказал. Вот, я уже не мог сказать, что это вот, знаете, мне приснилось там, просто. Вот, вот так вот. И я понял, что тот же самый Лютер, тот же самый Кальвин, там, Цвингли, Валтасар Бумайер, Минос Симмонс, другие видеры реформации того периода времени. Бог достался такой грязи. Я немного почитал, в эти дни как раз перечитывал биографии Лютера и Кальвина, и Цвингли, значит, и особенно вот Минос Симмонса. Понимаете, основательные движения Менонитов там в Голландии, Нидерландах. Знаете, я понял, с такой грязи Бог достал их, вот, вот, религиозный, мракобесие. Осознать, что только Иисус Христос есть Спаситель, нам сейчас это кажется многим естественно, нормально, понятно. Но в их эпоху это осознать, это было, знаете ли, это, не знаю, это теория относительности. Не знаю, это, не знаю, это, это что-то какое-то время сделать, ну, стать нобелевским лауреатом просто. Это что-то такое, открытие какое-то сделать невероятное просто в те времена. Закрытая Библия, закрытая информация. Бог нашел доступ к этим сердцам. Да, они во многом остались в мракобесии своем, да, во многом они остались там в антисметизме, и в цезарепаптизме, и в педапаптизме, и прочих своих, вот этих учений всяких, знаете ли. Но, да, и Лютер даже под старостью, он, как бы, уже и сомневался, как бы, а стоило ли, как бы, значит, там, как бы, значит, там, нет книг, как его, говорит, вонять не будет, значит, там, значит, а воль пошла по всей Европе, война, и прочее, значит, понимаете ли, каково, да? Вот понимать, что, значит, может, оно и не стоило того, как бы, игра этих свеч. Но, знаете ли, это лишний раз доказывает, не лишний раз доказывает, что не через человек, не просто человеки эту информацию делали, сам Бог производил эту информацию. Друзья, благоставляю вас, в 6 часов вечера жду в эфире, по возможности подключайтесь, вот, значит, и в эфире вечно. Значит, да, значит, в молитве, да, я молюсь, эти дни были такие атаки, знаете ли, вообще, это просто не период. Я делился в сети этими вот переживаниями, просто, на самом деле, это порой выбивало из сил. Вот, Киев тоже собирался уже приехать уже, и вот поздно вечером вчера сообщает, что вот семейные обстоятельства такие, что просто, ну, невероятно, ну, короче, нужно оставаться во Львове, и не смогу приехать. Он мне такие письма написал, такие, извините, извини, брат, я даже, вообще, даже, я даже не думал обижаться, вообще, значит, как бы, но я понимаю, что человек просто для него, вот, самого шока, он просто, как бы, вот, все уже спланировал, он уже, я, как-то, уже там, такие талмуды написал уже, такие, для выступления, значит, все расписал, все уже подготовил уже, тезисы, все, и вдруг, бац, как среди ясного неба. Ну, ладно, знаете, я понимаю, что Бог, Он контролирует всю ситуацию. И главное, чтобы мы были в Божьем этом контроле, в Божьей воле, и я знаю, что ни Кифа или ни я, там, никто еще там делает реформацию, сам мог делать реформацию, вот, а мы по мере сил, каждый из нас делает свою часть этой реформации, вот. Ему хотелось, Кифе, сегодня еще одно совос провозгласить, совос, сова Агапа, именно вот этой Божьей любви, это, знаете, для братства этого, ну, мне это очень понравилось, да, слава Богу, слава Богу, мне это нравится. Вот, и Бог благословит всех нас во имя Господа Иисуса Христа, аминь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицом Своим на Тебя и даст Тебе мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Они действительно помогут христианству подняться, и Господь Божий, еще более, Господь Божий, во имя Иисуса Божьего, в Твой первоздавний план, Господь Божий. Пусть строительство, которое возобновлено и которое сегодня идет от третьего храма, как никогда ранее, Господь, как никогда много этих живых камней приложилось к этой стройке, много прорабов, много всяких строителей сейчас, Господь Божий, на этой строительной площадке, Божий, но пусть наше строительство будет, Господь Божий, действительно по слову Твоему, Господь, по Твоему плану, изначально Тобое данному. Слава Тебе, Господь, и пусть Тебе будет вся слава, Господь, не нам, Господь Божий, но Тебе вся слава и хвала, Божий наш, Богу вся слава, соли де де глория, аминь, аминь, только Богу да будет вся эта слава, во имя Иисуса Христа, слава Тебе, Божий наш, и пусть благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа пребудет со всеми нами, аминь. Аминь, аминь. Аллилуйя, аллилуйя. Давайте гимн, наверное, Мартин Лютер сказал. А, еще, кстати, о, мы же пели, точно. Только другого Лютера, Мартин Лютера Кинга, который. Да, да. Силою от Бога, верою от Бога, мы преодолеем все. О, в сердце моем вера сильна, С Ним преодолеем все. Иисус Господь наш, Иисус Господь наш, С Ним преодолеем все. Иисус Господь, спасибо тебе за все, Боже. Действительно, лишь с тобой мы все преодолеем. Без тебя ничего не можем сделать. Но с тобой мы сможем сделать все. Предлови с нами хлеб святой. Боже, спасибо тебе за братьев, сестер. Спасибо тебе за хлеб жизни. Знаете, причастие, оно по-разному совершается. Везде по-разному. В разных традициях, в разных культурах. Но смысл везде один. Мы действительно провозглашаем победу нашего Спасителя Иисуса Христа. Смерть Его возвращаем. В Его смерти наша жизнь. Потому что и размышлять мы будем о Нем достойно. Каким образом? Что Иисус Христос, Он умер за грехи наши. Он взял на Себя наше немощи. Понес нашу болезнь. И ранами Его мы исцелены. Мы спасены кровью Иисуса Христа. Когда мы говорим о Божественной крови Иисуса Христа, то, знаете ли, я понимаю, что горе христианину обеспробленному. Горе церкви поместной какой, направлению какому христианству обеспробленному. То есть не имеющему понимания Божественности крови Христа. Пусть в наших судьбах будет много этих крови Христа. Баптизу, оно использовалось, это слово в древности, не только для описания, я вот рассказывал, соленья огурцов, но также для описания прокраски тканей. И вот когда ткань прокрашивалась так, что ее уже полощи-не полощи, стирай-не стирай, цвет остается цветом таким же. Ничего с него не проистекает. Эта краска остается навеки. Даже историки, археологи находят порой тысячелетия спустя эти ткани, и они удивляются, надо же, какая стойкая краска. Мы видим этот пурпур, драгоценный тогда пурпур. И представляете, баптизу использовалось еще лет за 300 до Христа именно для описания прокраски этим пурпуром. Сегодня наше баптизу – это прокраска кровью Иисуса Христа. Аминь. Это прокраска кровью Божественной Мессии. Это таинство, которое сейчас совершается, то таинство веры. Мы принимаем, да, хлеб, вино, но мы знаем, что тело и кровь Иисуса Христа принимаем. И еще, конечно, даже если я в этом городе съем весь хлеб и выпью все вино, я, даже рассуждая о теле Христа, я не причащусь, если не будет Христа во мне, а я не пребуду в нем, во Христе. Настоящие в Харистии, настоящее причастие и хребопривомление совершаются в нем, во Христе. И когда я во Христе, а Христос во мне. Поэтому, да, тоже, да, все-все кто. И сегодня, молясь, я прошу Бога, всемогущего в этом чуде, я, давайте мы вместе скажем сейчас, вот это, своими устами, вот, Иисус Христос, Мой Спаситель Ты пролил свою кровь за всех нас и за меня лично. Ты Господь мой, Ты Спаситель мой и Господь всех нас. Иисус Христос ни в ком другом для меня нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым я спасен, которым мы бы все спаслись. Только имя Твое Святое, только Христос, только Христос, только благодать, только вера, только Писание, и только Тебе, Богу, вся слава. Рассуждаю сегодня о Теле Твоем. Ты взял на Себя немощи и болезни всего рода человеческого. Ты взял немощи и болезни мои на Себя и понес, любя Меня и любя весь мир. Иисус Христос смерть Твою возвещаю как величайшую победу над дьяволом, грехом, проклятием, болезнями во имя Иисуса Христа смерть Господнем возвещаю и жизнь. Ты живешь во мне, а я в Тебе. И уже не я живу, но живешь Ты, Христос, во мне, а я в Тебе. Я принадлежу возлюбленному и моему а возлюбленный Мой принадлежит мне. Спасибо, Господи, Боже, Боже, благодарю Тебя, Боже, за братья и сестер, Боже, смогущие. Благодарю Тебя, Господь, за искреннюю веру их в Боже. Благодарю Тебя, что Ты в каждой судьбе, в каждом из нас, Боже, Ты великий. Боже, Ты особенный в каждой судьбе. Ты какой-то действительно особенный. Боже, Ты как-то по-особенному находишь и к нам дорогу, общий язык с нами. Ты находишь с нами, Господь, время общения. Ты находишь с нами, Господь, Боже, действительно, Боже, вот это соработничество, Боже, благодарю Тебя, Господь, за все. Благодарю Тебя. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, ведь Его подобен гедру на подножьях золотых. Вот Он идет, вот Он идет, мой возлюбленный грядет. Вот Он идет, вот Он идет, мой возлюбленный грядет. Впереди, Господь Иисус, возвращайся. И доколе Ты придешь, мы совершаем это таинство. Доколе Ты придешь, Ты запомнил нам это делать. И мы, Господь, понимаем, что даже в этом хребопроломлении мы возвещаем не только смерть Твою, и жизнь Твою, и второе Твое пришествие возвещаем, Господь. Ожидаем. Боже, и благодарю Тебя, Господь, возвращайся, возлюбленный наш. Возвращайся, Господь, Боже, и благословляйся, народ. Боже, мир им сегодня. Благослови нас, Господь. Боже, благослови хлеб си, сотвори телом Христа Твоего, благослови чашу северства, и кровью Христа Твоего положить Духом Святым Твоим. Соверши таинство, Боже, веры сегодня в нас, через нас. Боже, соверши, Господь, Духом Святым Своим и таинство сегодня. Боже, на исцеление души и тела. Боже, спасибо, Господь, крепко вытвердительно внутренним человеком. Верую впустить Христа в свое сердце глубоко-глубоко в само естество наше. Спасибо тебе, Господь, за эти чудо. Спасибо, Господь, даду богателям и на мир с простами. Твои благословения и на твой Бог наш, Царь Вселенный. Даши нам хлеба и земли, даши нам охот и зима и грани. Даши нам, Боже, жизнь, дыхание, все, Тобой мы живем и движемся и существуем. Тобой живем. Мы Твоего. Спасибо, Господь. Аминь. 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 Готов. Готов. Сейчас. Участие для нас. За голову, за кровь, мы Тебя благодарим. за воскресенье Твоем, за победу Твою, за голову, за кровь, мы Тебя благодарим. за воскресенье Твоем, за победу Твою, за голову, за кровь, мы Тебя благодарим, за воскресенье Твоем, за победу Твою. Благодарим Тебя, Отец, благодарим Тебя, благодарим Тебя, Иисус. Благодарим, Богу святого, за все, за все мы благодарим, за все мы благодарим. Благодарим Тебя, Отец, Благодарим Тебя, Иисус, Благодарим Тебя, Иисус, shit Богу. За все мы благодарим, со всем мы благодарим, за все мы благодарим. За колоку, за кровь, мы Тебя благодарим, За воскресенье Твое, за победу Твою, за толковку, за кровь, Мы Тебя благодарим за воскресенье Твое, за победу Твою, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Иисус, Благодарим Богу Святой, за все мы благодарим, За все мы благодарим. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо Боже Свобожий, спасибо за Тебя Духа Святого. Я всегда хожу на собраны, я наблюдаю, где Духа Святого, как проявляется, где Духа Святого. Смотрим помещение, там Господь, там вода, ученики, все прекрасно. И тут заходит какая-то женщина, раздувает сосуд и начинает действовать. Который пригласил его задуматься, что-то тут от Тебя. Что-то какая-то женщина, хоть бы он знал, кто к нему прикасается. Ученики тоже возмущены, что-то тут ненормально. Один только Господь видит. Вести от Духа Святого. Нужно всегда в собрании увидеть проявление Господа. Увидеть его присутствие. Выйти из собрания радостным. Услышать, что Господь им сказал через того, через другого. Чтобы не выйти осуждать. Потому что многие выходят из собрания, что делать? Начать судить. Вот я бы лучше сказал, вот я бы то-то, я бы то-то. И что получается? Где он был? Куда он ходил? С кем он ходил? Нужно от Господа сказать. Тебя с радостью хорей. Если ругают, радуйтесь, что ругают. Вот если не ругают, вот это уже проблема. Значит, не нужны. Потому что Господь сказал, кого люблю, того бью. Он обью. Чем больше люблю, тем больше не люблю. Аминь. Аминь, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Боже. Спасибо. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, за причастие, за Евхаристию, хлебопреломления. Спасибо за таинство веры. Спасибо за исцеление души и тела. За Твой Дух, живущий в нас, верующих. За благодать данную Тобою. За истину, которая просвещает, утешает нас. Во имя Иисуса Христа, Отец, исцеляет. Спасибо, Господь. Спасибо. Боже наш, Господи, Тебе вся слава и хвала. Боже, спасибо. Боже, для меня честь сегодня было поделиться словом, помолиться, причаститься с моими братьями и сестрами. Боже, спасибо за всех. Боже, Зарис Ивановича, спасибо огромное. Слава Богу. Спасибо. У меня на сердце Слово Божие сказать, прочитать его. Да. Присядьте, пожалуйста, друзья. Давайте присядем еще. Мы уже собрали все. Конец. Еще буквально пару минут. Да. Просто... Вначале слово возбуждали. И слово завершили. Да. Вначале сто хоров словом читали. Кто его так назвал? Да. Вначале сто хоров словом читали. Ну, не пытался. Ой... Иван Левидиана. Иван Левидиана. 17 глава. С 22 стиха. И славу, яку ти дав мені, я дав їм, щоб були єдине, як ми єдине. Я в них і ти в мені. Щоб вони були звершені в єдності, щоб зрозумів світ, що ти послав мене. І полюбив їх, як полюбив мене. Амінь. 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 Бог любить усіх. Цих 8 мільярдів. І среди 8 мільярдів, я там, і мене любить. Ну, ви бачите? Ви вірите в Слово Боже взагалі? Вірите? Ви простояли? То, що написано, це і тут саме. Так, так. І тут написано. Щоб бачити, типо, і полюб. Так. Сейчас. Час. І славу, яку ти дав мені, я дав їм, щоб були єдини, як і ми єдини. Я в них і ти в мені, щоб вони були звершені в єдності. І щоб зрозумів світ, що ти послав мене. І полюбив їх, як полюбив мене. У вас Бог, Отець любить, як любить свого Сина Ісуса Христа. Не менше. Представляете? Оце. Алілуя. Вообще. Слава Богу. Слава Богу. Алілуя. Так. Та ж, коли жена ругати, то вже радується. Господь сказав, що ви, я з вами, вовсе дні до конця віку. Амінь. Амінь. Ми ніколи не буваємо одні. Ми вже ніколи не одні. І прийдуть іспитання, і ми їх переживемо, тому що ми з Ісусом Христом. Ісус сказав, що я з вами во всі дні до конця віку. Алілуя. 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 Амінь. Це, що я хотів вам сказати. Ви не просто. Вас любить Бог так, як любить свого Семя Ісуса Христа. Слава Богу. І мене теж. Амінь. Я за цим Сирієм вже мать 7-8 є. Я починав протестантської церкви, пасторів. Але зараз я розумію, що наша земля, в якій ми живемо, в Україні. Часто сни сняться, що я молюсь на большому полі. Знаєте, вже поле перепахано. Я так хорошо молюсь. Прямо голова в рельє. Я часто спрашиваю буря, що це такий. Творюй пот земля. І священству молиться. Дабы в последнє час проклятие Адамо було снято з цієї земли. І я що заметив. Постоянно жінки іссадять буряк. Я всегда спрашиваю, а почему буряк? Говорю, а ти гельмиш? Це національний плод України. Тобто це принадлежить то, що... А що? Іменно православна церкова, вона зараз нуждається в цьому перепахиванні. І вообще, практично, що... Перепахати, ви ж знаєте, що це... Це все, що було раніше закопати, а сверху посадити новий. Которий даст плод. І... Це зараз дуже важливо. Я хотів... Я їжджу дуже багато протестантським церквам. Наверно, більше, ніж православним. Але я знаю, це время правильне. Тому що... Те діти, які вже служат живому Богу, вони можуть нам, реформаторам, молитвою, підтримкою, щоб... щоб... це... як би сказати... Діювання Божі... Оно прийшло к совершенню. Тому що Бог не оставить. Якщо Він взяв реформацію в свої руки православної церкви, Він не оставить. І я хочу, щоб ви молились. Молились, тому що це важливо. Важно, щоб православна церкова, Вона... Действительно... Як мені Бог вначале того, як я прийшов показав, Він хоче вдихнути в неї, так скажу. Духші. Раскажіть відповіння. Як я прийшов... Да, відповіння. Да. Которе привело мене к отцу Сергию. Я його искав. Мені Бог показав, що є такий людина. Сміться в мене, що він снился. Це речі. 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 Відповідно. Відповідно. Речі. Речі. Це церкви. Каждає речі. Ту більше, ту менше. І я як би... Двіжусь по цій рекі. І вон... В'начале, як би... В'начале входа в реку... Дуб. Большой. Такой. Большой. Ну, він сухой. Тільки там веточка. Так. Зелененькая. Я кажу. Боже, а це що? Відповідно. Відповідно. Труд непростій. Труд не простой. Потому, що ми на нашому пути вже дуже имали много потери. Дьявол ворує наших священиків. Ворує і ворує. Да? Це процес такий. Но ничего, я знаю, что Бог готовит, я знаю, каждый, кто неравнодушен к православной церкви, потому что Он хочет, чтобы это была живая церковь. Я всегда говорю, наши родители, наши дети, наши знакомые, они ходят в эту церковь. И мы не сможем их как бы там перетянуть, переманить, но мы сможем наполнить этот храм жизнью, священникам, новым пониманием. Они будут ходить в живую церковь. Аминь. Мы будем молиться сейчас. Я хочу, чтобы, вы знаете, я по своей природе духовник. Я люблю там это, бесов выгонять, больные. Это моя работа. Это у меня камни отняли. А, кстати, вот тоже свидетельство по раму. Расскажите, вот бабушка была прокаженная, была еще не стерила. Вчера в окшпольном служении была девочка. Вы учились? Ваша украинская мова, или российская? А я, как, мыслю по-русски, а говорю по-украински. Ну так, будем на украинске. Доброе. Было служение вчера в Зеневеруссии. Там у нас есть служение уже. И привезли нам три девочки, три сестры, которых не могут ходить. Какие? Три сестры. Какие объемы были? Кому? Сестры. Ну, самое остальное, наверное, 25-24 лет. Ну, там практически через год. И вот представьте, я стою на служении, одну завозить другую, третью, я говорю, Господи, это что-то серьезное. Вы знаете, первый раз, когда они приехали, Бог показал, мы молились за исцеление их сердца, потому что это, что я видел их сердца, это надрубательство, это мучение. Они были в каком-то старом доме, их сдали родные. Но вчера для нас был такой показ, как бы одна сестричка, она не могла, она не на колесе, она трохи передвигалась, но у нее колено не держало. И Бог вчера говорит, так как мой народ хромал на обе колени, Богослово, я ее поставлю, укреплю. И мы подходим к этой девочке молиться, и Бог сказал, что она вчера встала, мы с ней танцовали. У колена начали встали. Но знаете, почему диво? Физически я молился, мышцы не держали, а я говорю, как Бог сказал, а ты духом, духом поднимайся. И я был поражен, она говорила ногами, а колена не физически, а духом выравнивалась. То есть это для меня знак того, что мы будем духом Божим, духом Божим, не какими-то физическими действиями говорить, а мы будем идти, и дух Господний будет выравнивать, он будет выпрямлять эти кривизни. Я хочу, чтобы тут, прямо сейчас, твоя милость и благодарность не осталось. Мы, Боже, без твоей благодати нікуди и никак, потому что твой дух дарован нам для того, чтобы мы живы, чтобы мы шукали и нашли. И через то, прямо сейчас, мы просим тебе, возлюбленный наш дух святый, не оставься. А даруй нам открытые очи, даруй нам открытые сердца, даруй нам желание быть твоими, твоими. И хай папочка из небес пузыритые, мы его дети. Хай, может, часто не слухняные, но мы его дети, которые ждут милостей и благодати. И ты, Дух Святый, даруй нам сердца, такие, как были в Иисуса Христа. И эти сердца, наполненные Божией любовью, как говорил мой брат, они сломают, сломают все преграды. Они разрушают все религии, они снимут все стены, и мы сможем двигаться свободно. И смотрим один одному в очи, говорим слова любови. И не будучи лукавыми, притворными, мы сможем, обнимаясь один одного, божать благословения. И мы, как Священство Божие, будем делать эти действия чистыми и непоручными. А твоя кровь, Иисус, а твоё тело будет завершать эту работу, будет делать чудо, а ты, Дух Святый, будешь поднимать славу Божию до самых вершин. И мы тут стоим и говорим, ось наше сердце, возьми очи, возьми очи и примени у тех дел, в которых ты хочешь нас видеть. Боже, мы благодарны, мы благодарны тебе. И распусти нас, Боже, с твоим миром в сердце, распусти нас в силе Духа Святого. И хай наши тела прямо сейчас наповняться твоей божественной энергией, чтобы мы могли идти, идти, идти и идти. И говорить твоё, и правозглашать твоё, и поступать по твоему наш дорогий Дух Святый. Я дякую за народ Божий, який зібрався на цьому місті, за цих діточок, які сьогодні шукають, и они найдут. Благослови кожного з них. Я посилаю це послання, і хай вони його приймуть в сердце своє. Благослови їх із ціленням. Благослови їх миром і любов'ю серце їхнє. Благослови їх дух силою Духа Святого, аби ворог не зміг хазяйнувати в їхніх домах, на їхніх вулицях, в їхніх містах. Во имя Ісуса Христа я дякую тобі живому Ісущому Богу, Отцу, Сину і Святому Духу. Амінь. 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 Оце я считаю завінацю, щоб ви були здорові, мирні, була злого чи злого. Вечером подключають зьогодні, завтра, послезавтра. А в следующий воскресенье я буду здесь продолжать тему. Слідучее воскресенье. В субботу я буду в європейське месіанській общині в Одесі. В Одесі. Да, вailа. Воскресенье. Воскресенье снова здесь. В Одессе тоже будет? 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 В Одессе тоже будет?